Что это значит, что мне послышалось вчера? Я всю ночь заснуть не могла. Старик этот с ума сошел. Она моя. Да-да, точно, эти слова. Да это безумие. Поля еще ни о чем не подозревает. Да вот и он. Ты желала меня видеть, Оля? Да. Я хотела попросить тебя. В саду возле пруда дорожки поросили травой. Перед домом их расчистили, а там позабыли. Прикажи. Я уже распорядился. А, благодарствую. Больше никаких приказаний нет. А что, разве у тебя там дела? Счеты из конторы принесли. А, ну в таком случае я тебя не удерживаю. Поля. Да. Скажи, пожалуйста, вчера мне некогда было тебя спросить об этом. Что это у вас было за сцена утром за завтраком? А, ничего. Так, досадно именно только что в день нашего приезда вышла такая неприятность. Впрочем, я сам виноват немножко. Этого старика Кузовкина вздумали подпоить. То есть это больше нашему соседу пришло в голову. Знаешь, месье Тропачок. Ну, теперь он точно был довольно смешон, болтал и рассказывал. А после начал шуметь, глупости всякие говорить. А, впрочем, ничего. И говорить об этом не стоит. Мне показалось... О, нет, нет. Вперед осторожнее нужно быть. Вот и все. Впрочем, я уже взял свои меры. Как? Да вот видишь ли, хотя оно и ничего, но все-таки тут люди были, видели, слышали, наконец. Оно неприлично в порядочном доме. Так уж я и распорядился. Как же ты распорядился? Да вот видишь, я этому старику объяснил, что ему самому будет неприятно остаться у нас в доме после подобной сцены, как ты сама говоришь. Он точно же совершенно со мной согласился. Хмельт у него прошел. Конечно, он человек бедный. Жить ему нечем. Ну что ж, ему нужно быть в какой-нибудь другой твоей деревне комнатку отвезти. Жалову назначить харчи. Он будет очень доволен. Разумеется, ему ни в чем не будут отказывать. Оль, мне кажется, что за такую безделицу ты его слишком строго наказываешь. Он так давно в доме живет. Он привык. Он меня с детства знает. Право его, кажется, можно было оставить. Оля, нет. Тут есть причины. Конечно, со старика взыскивать строго нельзя. Особенно же он был не в своем виде. Но позволишь мне на этот счет распорядиться. Я повторяю, но то есть причины и довольно важные. Как хочешь. Душ кажется, и уложился совсем. Но он не уедет, не простясь со мной. Я думаю, придет проститься. Но если тебе, знаешь, неприятно, ты можешь его не принять. Нет, напротив. Я бы желала с ним поговорить. Как хочешь, Оля. Но я бы тебе не советовал. Ты разжалобишься. И потом, все-таки старик с детства тебя знал. А я, признаться, не хотел бы свое решение переменить. О нет, не бойся. Только мне кажется, что он уедет, не простясь. Поняли? Пошли узнать, что он не уехал еще. Изволь. Изволь. Выседший Куменандж, Журди. Чего извольте? Входи, лебезый мой, узнай там, что господин Кузовкин не уехал еще, чтоб пришел проститься. Слушаюсь. Оль. Да? А у меня до тебя есть просьба. Скажи, какая? Послушай, вот как придет этот Кузовкин, оставь меня с ним наедине. Напротив, Оля, мне кажется, тебе будет это неловко. О нет, я желаю с ним поговорить. У меня есть до него дело. Я хочу спросить да, я желаю с ним поговорить наедине. Да ты разве что-нибудь вчера? Что? Нет, нет, как хочешь, как хочешь. А вот он, кажется, идет. Здравствуйте, Василий Петрович. Здравствуйте. Вы уже совсем собрались? Совсем собрался. Ольга Петровна желает с вами поговорить. Проститься с вами. Вы, пожалуйста, если вам что нужно, скажите. Порой. Ты ненадолго с ним останешься? Не знаю. Не думаю. Ну, хорошо. Сядьте, Василий Петрович. Сядьте, я прошу вас. Вы, я слышала, уезжаете? Точно так. Мне Павел Николаевич сказывал, поверьте, мне это очень неприятно. Не извольте беспокоиться. Покорниче благодарю. Я и так... Вам в вашем новом месте жительства будет так же хорошо. Даже лучше. Будьте спокойны, я прикажу. Покорниче благодарю. Я чувствуюсь. Я не стоюсь. Кусок хлеба, да угол какой-нибудь больше мне и не следует. А теперь позвольте проститься. Провинился я старика. Простите старика. Что же вы так спешите? Погодите. Как прикажете. Василий Петрович, скажите мне откровенно, что это с вами вчера поутру случилось? виноват. Ольга Петровна, кругом виноват. Не извольте расспрашивать, а только я чувствую свою вину. Павел Николаевич совершенно правый. Меня не так следовало бы наказать. Век за них буду Бога молить. Я признаюсь своей стороны такой большой вины не вижу. Вы уже не молоды, вероятно, от вина отвыкли, но пошумели немного. Не извольте оправдывать меня, Ольга Петровна. Поконечно благодарю, но только я чувствую свою вину. Или вы, может быть, что-то сказали обидное для моего мужа и для господина Тропачева? Виноват. Послушайте, Василий Петрович, хорошо ли вы помните все ваши слова? Какие слова? Вы говорят, что-то сказали. Солгал. Ольга Петровна, непременно солгал. Не в своем уме находился. Однако с чего бы это вам пришло в голову? Бог знает с чего. Сумасшествие просто. Я признаюсь давно не пил вина, выпил, ну и пошелся. Бог знает, что наболтался. Оно бывает. Только я чувствую свою вину и наказан по делу. А теперь позвольте проститься. Не поминайте лихом. Я вижу, вы не хотите со мной говорить откровенно. Да вы не бойтесь меня. Ведь я не то, что Павел николаевич, но его вы можете бояться положим. Он с виду кажется таким строгим, но меня-то зачем бояться? Ведь вы меня ребенком знали. Вы кто? Сердце у вас ангельское. Пощадите старика. Напротив, я бы желала... Не напоминайте мне про вашу молодость. Как мне горько. Как горько. на старость лет уезжать приходится из вашего дома по своей вине. Послушайте, Василий Петрович, есть еще средства помочь вашему горю. Только будьте со мной откровенны. Послушайте, я... Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, Ольга Петровна. Я и там о вас буду Бога молить. А вы иногда вспомните обо мне. Скажете, вот, старик Кузовкин Василий преданным мне был человек. Василий Петрович, точно вы мне преданный человек. Точно вы меня любите. Матушка моя, прикажите мне умереть за вас. Да нет, я не хочу вашей смерти. Я хочу правду. Я хочу знать правду. Слушаюсь. Я слышала ваше последнее восклицание. какое восклицание. Я слышала, что вы сказали обо мне. Что же, это правда? Ольга Петровна, помилуйте. Ольга Петровна, сумасшествие. Я уже докладываю. Нет, вы не хотите сказать мне правду. Ольга Петровна, простите. сумасшествие. Помилуйте. Умоляю вас, заклинаю вас самим Богом. Что это? Правда? Правда? Да за что же вы мучаете меня? Вы хотите знать правду? Да. Я хочу знать все. Говорите. Правда? Да. Ну что ж, ты кончил? А в Валяшу Бузыди. Вот он прощения стал просить. Оль, оставь нас одни. Мамошер. Прошу тебя, умоляю, оставь нас. Изволь. Только надеюсь, что мне объяснишь эту загадку. Встаньте. Встаньте, говорю вам. Ходька Петровна. Сядьте здесь. Василий Петрович, понимаете ли вы мое положение? Я понимаю, Ходька Петровна. Я точно в уме повредился. Пустите меня. А то я еще бед наделаю. Нет. Я сам. Я сам не знаю, что я говорю. Нет. Помните, Василий Петрович. Дело сделано. Теперь вы от своих слов отказаться не можете. Я хочу знать всю правду. Всю. Теперь. Я говорю вам, поймите вы, наконец, и мое положение, и ваше. Или вы оклеветали мою мать? В таком случае извольте выйти и не показывайтесь мне больше на глаза. Вы остаетесь? Вы видите, что вы остаетесь? О, Господи. Говорите же. Я хочу все знать. Вы должны мне все сказать. Хорошо. Хорошо. Вы все узнаете. Что надо мной случилась такая беда. Только не глядите на меня так. Я права не могу. Василий Петрович. Меня Василий Семеновичем зовут. Да. Так с чего прикажете начать? Василий Семенович, вы хотите, чтобы... Я не могу, когда вы так... Успокойтесь. Вы видите, в каком я состоянии, принудьте себя. Слушаюсь. Слушаюсь. так... Так с чего прикажете начать? Я, простите, сперва так немного расскажу. Сейчас, сейчас. Так. Лет мне было 20 небольшим. родился я, можно сказать, в бедности, а потом мой последний куск хлеба решился. Совершенно, можно сказать, несправедливо. батюшка ваш покойный царство его небесное надо мной сжалиться изволил. Живи, говорит, у меня в доме. Ну, я у него в доме поселился. А батюшка ваш в ту пору в холостом состоянии пребывал. А в том годик, я так через два стал сватиться за вашу матушку и женился. Жили они с вашей покойной матушкой. За двух сыночков прижили только оба они в скорости померли. Ах, Ольга Петровна, Ольга Петровна, батюшка ваш крутой был человек. и выпить любил. Напротив, человек был хороший и мой благодетель. И жил он с вашей покойной матушкой царства небесной в больших ладах только недолго. Матушка ваша, как бы это сказать, ангел была во плоти и собой красавица. нас судьба с соседка в ту пору возле нас появилась. Вот он, возьми, ты привяжись к ней. Мироват, Ольга Петровна. Продолжай. Господи, Боже мой, помоги мне грешим. Вот он и привязался к этой соседке, чтобы ей пусто было на том свете. Стал он к ней скажи, наибожий день ездить, а часто и по ночам домой не возвращался. Совсем стало худо. Матушка ваша, царствие небесное, сидит, бывало, целыми днями, одинешенько, а иногда и сплакнет. Сидит, бывало, сердечного окна, даже книжки не читает, а все в поле на дорогу смотрит. А он, бывало, уедет, а ее запрет. От всякой безделицы в гнев приходил. И чем больше она перед ним смирялась, тем больше его это слило. А кто бы вовсе перестал с ней разговаривать, совсем ее бросил. Ах, Вольф Битровна, Вольф Битровна, как же она любила вашего батюшку. Бывало, он и не глядит на нее, она сидит со мной, все о нем, все о нем, как бы угодить, чем помочь. Вот и собрался он однажды ехать. Куда? Зачем? в Москву один по делам. А какой один? На первой же подставе его соседка ждала. Вот они и укатили вместе. И целых шесть месяцев пропадали. Целых шесть месяцев за все время ни одного письма в дом не написал. потом вдруг вернулся в такой сумрачный, сердитый. Соседка его бросила, как мы потом узнали. Заперчал себя в комнате и не выходит. Даже люди в удивлении пришли. Не выдержала спокойно. Перекрестилась, очень она его боялась и вошла к нему в комнату. Стала его упрашивать, уговаривать, а он он как закричит на нее, да взявший палку. Виноват, виноват Ольга Петровна. Раду бы говорить, Василий Семенович. Убей Бог меня на этом месте. Продолжайте. Вот он ее и словами, и впрочем. Смертельно он ее обидел. Как полоумная она прибежала к себе в комнату, а он он крикнул людей и в отъезжей поле. Вот тут и случилось. тело Ольга Петровна. Не могу я. Ей Богу. Не могу. Говорите же. Говорите. Слушайте, Ольга Петровна, должно у Вашей матушки покойной от этой обиды кровной ум помутился. Не в себе она была. Как сейчас ее вижу. Вошла она в образную, встала перед иконами, подняла была руку для крестного знамени. да вдруг отвернулась и вышла. Даже засмеялась потихоньку. Видно, и ее одолел таки лукаво. Жутко мне было глядеть на нее. За столом сидеть изволила, ничего не изволила кушать, а только молча, пристально на меня глядел. И в тот же вечер вот в этой самой комнате, мы часто здесь по вечерам в карте иногда от скуки или разговор небольшой, вот она долго помолчав, вдруг и говорит мне, а я, я, Ольга Петровна, я только что не молился на нее, как же я ее любил. Вот она вдруг и говорит мне, Василий Семенович, я, говорит, знаю, ты, говорит, меня любишь, а вот он, он меня презирает, он меня бросил, он меня оскорбил, ну, так и я же. Ум помутился не в себе, она была, а я, я ничего не помню, голова кругом, вот и сейчас, сейчас даже жутко вспомнить, вот тут-то, вот тут-то она мне пощадить, издалека, пощадить, не могу я, скорее, язык отсохнет. на другой день, меня, помнится, дома не было, я на заре в лес убежал, на другой день, скачет доезжачий во двор, что случилось, барин упал с лошади, убился насмерть, лежит без памяти, на другой же день, Ольга Петровна, на другой же день, матушка ваша, карету и к нему, а лежал он в степной деревушке у священника, верст за сорок, как не спешила сердечно, а в живых его не застала. Господи, Боже мой, мы думали, что она с ума сойдет. До самого дня вашего рождения все хворало, да и потом не перенесла. Ну, вы сами знаете, недолго она пожила на свете, стало быть, я ваша дочь. но какие доказательства? Доказательства? Помилуйте, Ольга Петровна, какие доказательства? У меня нет никаких доказательств. Так бы я смел, так бы ни вчерашнее несчастье, мне кажется, я бы на смертном адре язык себе вырвал. Как я не умер вчера. До вчерашнего дня ни одна душа, я сам, сам наедине даже думать об этом не смел. После смерти вашего покойного батюшки я хотел было бежать, куда глаза глядят. да не осмелился, да не осмелился, бедности испугался, да не осмелился, нужды кровной, виноват остался. Да при вашей матушке я не только что говорить, или что, я еле дышать мог. какие доказательства. в первые эти месяцы я и не видал ее вовсе. они заперлись у себя в комнате и никого, кроме Просковья Ивановны, горничной, к себе не допускали. О том точно я ее видел, но как перед господом взглянуть на нее боялся. Какие доказательства. Конечно, я дурак или злодей какой-нибудь. Я свое место знаю, как бы не вы приказали. Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, Ольга Петровна. Да вы мне не верьте. Ну, соврал. Вот и все. Со мной часто бывает. Я часто сам не знаю, что я говорю. Из ума выжил. Не верьте мне. Какие доказательства. Нет, Василий Семенович. Я с вами лукавить не стану. Вы не могли выдумать такую. Клеветать на мертвых. Это слишком страшно. Я вам верю. Вы мне верите? Да. Это ужасно. Это ужасно. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Ольга Петровна. Я понимаю. Вам с вашим образованием. А я... Я-то бы сказал, что я такой. Я понимаю. Я чувствую. Ведь я люблю вас как родной. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я не могу здесь оставаться. Но я и там. Я и там за вас. И за вашего супруга. Я сам виноват. Лишился. Можно сказать. Последнего своего счастья. Не плачьте. Не плачьте. Волните. Прощайте. Ольга Петровна. Прощайте. Ольга Петровна. Господи, Боже мой. Что же это делается? Пошли? Прощайте. Что это? Эксперт. Пошли? Оля. Это Оля. Нам бы говорится рабочем прикрыть. У курором. Ольга. Так что бишь? Оля, отвечайте мне. Больших семёвных? Тут быть стоит. Точно так. А где Ольга Петровна? Они изволили их вынчить. А затрите же мне. Вы уходите? Точно так. Ну так чем же у вас разговор кончился? Разговор? А разговора, собственно, не было. А я Ольга Петровна Милосева прощения просил. Да, да. А они изволили сказывать, что более на меня не гневаются. А я вот уезжать собираюсь. Ольга Петровна, следовательно, не перемила моего решения? Никак нет. Мне очень жаль, Василий Семенович, но вы понимаете сами, что... Я понимаю, Павел Николаевич. Еще милости вы изволили со мной поступить. Мне приятно видеть, что вы, по крайней мере, чувствуете свою вину. И так прощайте. Поконящий Лагарев. Если что нужно будет, пожалуйста, не церемониться. Я, хотя я отдал старости приказ, но во всякое время можно обратиться прямо ко мне. Прощайте, Василий Семенович. А впрочем... А впрочем, погодите. К нам господин Тропачев приехал. Так вот он сейчас сюда войдет. Я бы желал, чтобы вы при нем то же самое повторили, вот то, что вы мне сегодня поутру сказали. Слушаюсь. Слушаюсь. А, на положение, для вас будет несколько неприятно, но все-таки человек благоразумный. Притом, я вижу, вы чувствуете свою вину. Вы поймете. Слушаюсь. Ну, хорошо. Ну, входите же. Входите в Энедон. Ну что, кто выиграл? Разумеется, я. А ваш бильярд удивительно хорош. Только представьте, господин Иванов отказался играть со мной. Говорит, у меня голова болит. Господин Иванов и болит голова. Э, мадам. Надеюсь, она здорова. Слава Богу. Она сейчас придет. А ведь послушайте, ваш приезд. Ведь это совершенное счастье для нашего брата-стивника. In bon fortune. Ах, боже мой, и вы здесь? Да, он сегодня ужасно сконфужен, вы понимаете, после вчерашней глупости. С самого утра у всех у нас прощения просит. О, видно, вино-то не свой, брат. Что скажете-то? Совершенное безумие, можно сказать, нашлось. То-то, то-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Ветровский помещик. И ведь придет же мысль в голову. Да, так о чем, бишь, я хотел спросить вас, флегон, Александр Иванович? Да. Когда же мы на охоту? Когда хотите. Я вот сейчас у Карпачева спрошу, он это лучше знает. Он нам скажет, куда ехать. Карпачев, войди, братец. Он стреляет, славно. А на бильярде я его обыгрываю. Карпачев, вот Павел Николаевич желает завтра на охоту ехать. Так куда вы? Поедемте в Калабердово, к Вахряку. Там теперь должно быть много детеремон. Чего тебе? Барыня, вас к себе просят. Зачем? Не могу знать. Скажи, что я сейчас приду. Вы позволите? Павел Николаевич, как вам не стыдно спрашивать. Ступайте, ради Бога. Мы вас недолго заставим ждать. Куда же вы, куда же, почтеннейший? Останьтесь, поболтаемся. Не, ну, мы же... Да вы полноте, да что вам там за нужда? Вы, может быть, стыдитесь после вчерашнего? Да это что за пустяки? Ну, с кем этого не случается? То есть, я хочу сказать, с кем не случается выявить. А, признаться, вы удивили нас вчера. Какое сродство соскал, а? Экая фантазия, подумаешь, а? Не будешь по глупости. Так-то оно так. А все-таки удивительно. Почему у меня дочь, а? Чудеса. А ведь признайтесь, вы бы от такой дочери не отказались, а? А у него губа не дура. Как ты думаешь? Позволь дочь. Вы за что на нас вчера так рассердились? Нет, скажите. Виноват. Ну, ладно. Бог вас простит. Так, дочь, а? Послушайте, голубчик мой, а что вы ко мне никогда не заедете? Я бы вас угостил. Покореча благодарю. А у меня хорошо. Спросите хоть у этого. Вы бы мне опять про ветру рассказали. Слушаюсь. Василий Семенович, а вы сегодня с Карпачевым-то не здоровались? Карпачев? А ты с Василием Семеновичем по вчерашнему-то не здоровался. Никак нет. А ведь, брат, это нехорошо. Нехорошо. Так, позвольте еще, ну. Ну, давай. Спасибо, Василий Александрович. Оставите-ка своего кузовкина в покое. Вы мне! Я не понимаю. Здравствуйте, Фрикон Александрович. Я признаюсь, удивляюсь вам. Что вам за охота с вашим воспитанием, с вашим образованием заниматься такими, смею сказать, пустыми шутками, да еще два дня кляну. А так и позвольте, Павел Николаевич. Хотя, с другой стороны, точно, я с вами совершенно согласен. А что ваша супруга здоровая? Да, она скоро придет. Вы извините меня, пожалуйста, я сегодня что-то не вду. Нет, нет, Павел Николаевич, я с вами совершенно согласен. С этим народом фамильярность никуда не годится. Я вам не сказывал, я, будучи зимой, собираюсь за границу поехать. Останьтесь, Василий Семенович. Мне нужно с вами поговорить. А что, мадам? Мы будем иметь удовольствие видеть ее сегодня? Как же. Да не хотели пока пройти с посаду? Видите, какое время? Эптитур. Только позвольте мне не сопровождать вас. Мне нужно переговорить с Василием Семеновичем. А впрочем, я через несколько минут... Будьте как дома, милый Павел Николаевич. Делайте ваше дело не спеша. А мы пока вот с этим смертным будем наслаждаться красотами природы. Природа смерть моя. Венес и си. Карпачье. Милостивый государь, вчера я видел в вас вздорного и нетрезвого человека. сегодня должен считать вас за клеветника и за интригана. Не извольте прерывать меня. За интригана и клеветника. Ольга Петровна мне все сказала. Вы, может быть, этого не ожидали, милостивый государь? Каким образом вы мне объясните свое поведение? Нынче утром вы лично сознаетесь мне, что сказанное вами вчера совершенная и чистая выдумка. А сейчас в разговоре с моей женой... Виноват. У меня сердце. У меня до вашего сердца дела нет. А я вас снова спрашиваю. Ведь вы солгали? Солгали вы? Павел Николаевич, я же вам докладывал, что я сам не знал вчера, что говорил. А сегодня вы знали, что говорили? И после этого вы имеете еще столько духа, что смотрите порядочному человеку в глаза и стыд. И стыд вас еще не уничтожил. Павел Николаевич, вы, ей-богу, слишком строги ко мне, но извольте милости высообразить, какую пользу я мог бы извлечь из моего разговора с Ольгой Петровной? Я вам скажу, какую пользу. Вы надеялись этой нелепой басне возбудить ее сожаление. Вы рассчитывали на ее великодушие. Денег вам хотелось. Да-да! Денег! Я должен сказать вам, что вы достигли вашей цели. Слушайте же, мы с женой положили выдать вам нужную сумму для обеспечения вашего существования. С тем, однако... Да я... Мне ничего от вас не надо. Не прерывайте меня, милостиво, государь. С тем, однако, чтобы вы избрали место жительства, подальше от суммы. А я со своей стороны прибавлю следующее. Принимая от нас эту сумму денег, вы тем самым сознаете с вашей лжи. Ах, у вас это слово я вижу корове. Ваши выдумки. И, следовательно, отказываетесь от всякого права. Да я копейки от вас не возьмусь. Как сумма. Стало быть, вы упорствуете. Стало быть, я должен думать, что вы сказали правду. Извольте объясниться, наконец. от вас не возьмусь. Ничего я не скажу. Думайте обо мне, что хотите. Я ничего от вас не возьмусь. Нет, нет, это ни на что не похоже. Вы, пожалуй, еще останетесь здесь. Сегодня же меня здесь не будет, поуедете. но в каком положении вы оставите Ольгу Петровну? Вы бы хоть это сообразили, если вас осталось на каплю чувства. Отпустите меня. У меня голова круга. Что вы от меня хотите? Я хочу знать, берете ли вы эти деньги. Вы думаете, что сумма незначительная? Мы вам 10 тысяч рублей даем. Да я ничего не могу от вас взять. Можете. Стало быть, жена моя Паша. Язык не поворачивается. Выговорить это слово. Ничего я не знаю. Отпустите меня. Это слишком. Да знаешь ли ты, что я могу принудить тебя повиноваться? Каким это образом смеешь спросить? Ну, не выводите меня из терпения. Не заставляйте меня напоминать вам, кто вы такой. Я? Я столбовой дворянин. Вот кто я. Хорош дворянин. Нечего сказать. Каков ни на есть, а купить его нельзя. Это вы! Вы в Петербурге с вашими подчиненными. Извольте так обращаться. подчиненными. Слушайте, слушайте, упрямый старик. Ведь вы же не хотите оскорбить вашу благодетницу. Вы уже раз сознались в несправедливости ваших слов. Ну, что же, что же вам стоит успокоить Ольгу Петровну окончательно и взять? Взять деньги, которые мы вам предлагаем? Или вы так богатые, что вам 10 тысяч рублей не почем? Да не богат я, Павел Николаевич. Да подарочек-то ваш слишком горек. Уж и так я вдоволь стыда наглотался. Вы говорите, нужны мне деньги. Не нужно мне денег. Рубля от вас на дорогу не возьмусь. Я понимаю ваш расчет. Вы притворяетесь бескорыстным. Вы надеетесь эдак больше выиграть. Слушайте, последний раз вам говорю, либо вы возьмете эти деньги на тех условиях, которые я вам изложил, либо я прибегну к таким мерам, к таким мерам, что вы от меня хотите? Господи, Боже мой, мало вам того, что я уезжаю, так вы хотите, чтобы я заморался? Вы купить меня хотите? Нет, Павел Николаевич, не вы, ой, черт, возьмите от тебя. Это невыносимо. Я сейчас, сейчас. Даю вам четверть часа на размышления, а там уж не пеняйте. О, Господи, что же это со мной делается? Нет, уж это лучше живому в гроб лечь. погубил я себя. Язык мой, враг мой. Этот барин, он со мной как с собакой разговаривал. Словно во мне и души-то нет. Ну, нет. Хоть убей он меня, а... неудача, О, Господи. Василий Семенович, я желала вас видеть еще раз с Василием Семеновичем. Что же вы, Ольга Петровна, вашему супругу все изволили сообщить? Я никогда ничего от него не скрывала, Василий Семенович. Он мне поверил и согласен на все. Согласен? На что согласен? Василий Семенович, вы добрый, благородный человек. Вы меня поймете. Скажите сами, вы можете здесь остаться? Нет, не могу. Никак не могу. Нет, я хочу знать ваше мнение. Говорите же, говорите откровенно. Я чувствую вашу ласку. Поверьте, что я тоже умею ценить, но остаться здесь я не могу. Никак не могу. Еще, пожалуй, побьют под старость. Не смущайтесь, Ольга Петровна, не смущайтесь. Я в конце концов, я все-таки чужой человек. Остаться здесь я не могу. Никак не могу. В таком случае возьмите вот это. Что это? Это мы вам назначаем сумму для выкупа вашего Ветрова. надеюсь, вы нам, вы мне не откажете? Так, Ольга Петровна, и вы, и вы меня обижаете. вы откупиться от меня хотите. Но ведь я же вам сказывал, что никаких доказательств у меня нет. Почему вы думаете, что я все это не выдумал? Наконец, что у меня не было намеренности. Да если бы я вам не верила, разве согласились бы мы? Ну, вы мне верите. Так зачем мне эта бумага? Я с измала себя не баловал. Не начинать же мне под старость. Что мне нужно? Ломать хлеба какой-нибудь, вот и все. Вы мне верите. Да, да, мы вам верим. Нет, нет, вы не обманывайте. Я вам верю. Верю. Полноте, полноте, Ольга Петровна. Вы могли отказать чужой богатой женщине. Вы могли отказать моему мужу. Но дочери, вашей дочери вы не можете. Не должны отказать. Ольга Петровна, я я готов. Прикажите, что хотите, как хотите. Я готов. Прикажите ехать на край света. Больше мне ничего не нужно. Теперь я готов умереть. Оля, Олечка! Неужели это я? Неужели это не во сне? Оля, Олечка, я готов. Вот. Я готов. неужели. Дайте мне руку. Руку. Последний раз. Олтамы имеем счастье восвидеть, Олтамы. Как ваше здоровье? Благодарствуйте, я здоровая. У вас лицо как будто. Много что-то сегодня с ней не в своей тарелке. И тут симпатия. А ваш сад удивительно хорош. Я очень рада, что он вам понравился. То есть я вам скажу, он прелесть как хорош. Шалеет, цветы, все вообще. Mais c'est très bon, très bon. Да-да, природа и поэзия, это две моих слабости. Альбом. Точно в столичном салоне. Он принял? Хорошо. Повторяю тебе, что всей этой истории я не верю. Но я тебя все-таки одобряю домашнее спокойствие. Не 10 тысяч стоит. Легун Тольксандович, чем вы тут занялись? Так, ваш альбом. Вот, все это очень и очень мило. Скажите, Ольга Петровна. Да. Вы не знакомы с Ковринскими? Нет. И прежде не были знакомы? Нет. Познакомьтесь. Вы берете? Берусь. Берусь. Значит, солгали? Солгался. Берусь. А вот, Трикон Александрич. Мы вчера с вами посмеялись с Василием Семеновичем. А ведь он-то свое дело выиграл. Сейчас известие получим, пока мы в саду гуляем. Да что вы. Да-да. Вот Ольга мне сейчас сказала. Да вы спросите его самого. Неужели, Василий Семенович? Достается. Достается. Поздравляю вас, Василий Семенович, от души поздравляю. Я понимаю, вы его вежливым образом удаляете после вчерашней. Да-да-да-да-да-да, а как благородно, великодушно, деликанно, очень, очень хорошо. Я готова в заклад побиться, что эта мысль вашей жене в голову пришла. Хотя и вы, конечно, тоже. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Василий Семенович, так вам теперь туда переезжать надо, в хозяйство попризоняться. Конечно, конечно. Василий Семенович мне сказал, что он даже сегодня туда съедет собирается. Ну, еще бы. Я очень хорошо понимаю его нетерпение. Вам теперь чай и в город заехать придется. Ну, а как же, в порядок все привести. Вам мешкать нечего? Володя Николаевич, ну как же это так? Надо бы Ветрова-то вспрыснуть, а? Да. Пожалуй, да. Эй, кто там? Человек! Чего извольте? Позвольте мне Крембинского. Кто угодно. А, вы здесь? Шампанского. Шампансер. Да, послушайте, окажется в зале господина Иванова. А нам Ковенская сейчас, чрезвычайно, будет рада с вами познакомиться. Василий Семенович, позвольте мне еще раз от всей души вас поздравить. Здравствуйте. Вы слышали, вашему приятелю Ветрова достается. Как? Василий. Что это они врут? Молчи, Ваня. Молчи. Я так счастлив. За здоровье нового владельца. За ваше здоровье, Василий Семенович. Многие лета. Позвольте, позвольте мне такой, можно сказать, торжественный для меня день изъявить мою благодарность за все эти милости. За что же? За что же, Василий Семенович, вы нас благодарите? Ну, как же вы все-таки мои благодетели. А что касается до вчерашнего моего, так сказать, поступка, то простите великодушного старика. И чего я, собственно, обиделся и говорил такое. Ну, хорошо, ну, хорошо. Да, и чего, собственно, было обижаться. Ну, пошутили, господа. Нет, не то. Не то. Прощайте, благодетели мои. Будьте здоровы, веселы, счастливы. Василий Семенович, ну, что вы так прощаетесь? Ведь вы чая не в Астраха, не уезжаете. Дай Бог вам всякого благополучия. А мне уж у Бога и просить нечего. Я так счастлив. Так счастлив. Что за сцена, когда он уедет? Прощайте, Василий Семенович. Когда переедете к себе, не забывайте нас. Господь вас наградит. Ну, хорошо. Хорошо, прощайте. Прощайте. А вы знаете, что я вам скажу? А вы благороднейший человек. О, помилуйте. Вы слишком добры. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok